Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Жемчужина Ла Перегрина Местонахождение — частная коллекция, США Жемчуг — творение раковин, слезы моря, небесная роса, пыльца лотоса Этот камень органического происхождения, не нуждающийся ни в огранке, ни в дополнительной обработке, он ценился во все времена. Почти с уверенностью можно считать Жемчуг первой драгоценностью, ставшей известной человечеством. Сведения о нем появляются уже на заре человеческой истории. Жемчуг упоминается на страницах священных книг главнейших мировых религий — Библии, Корана и Талмуда. Украшения из жемчуга находят в древнеегипетских гробницах и в могилах правителей Древнего Китая. Греки верили, что жемчуг — это окаменевшие капли воды, упавшие с волос афродиты, родившиеся из пены морской, а японцы считали его слезами Амы, богини моря, оплакивающей свою дочь, прекрасную принцессу Кацуко, похищенную злым духом. Древние индийские тексты, написанные на санскрите, повествуют, что бог Кришна принес жемчуг из глубин моря в качестве свадебного подарка своей дочери. До сих пор в Индии формальности брачной церемонии считаются неполностью соблюденными, если невеста, невзирая на ее социальный статус, во время бракосочетания не имеет на себе жемчуга. А в средневековой Европе существовала легенда, что это ангелы скрывают в раковинах слезы сирот и безвинно пострадавших, превращая их в драгоценности. Во многих древних религиозных текстах жемчуг служит метафорой жизни, красоты, духовного совершенствования, нередко небесных врат. В Коране, священной книге мусульман, жемчуг служит образом рая. В различных традициях жемчуг символизирует луну, воду, женщину, он олицетворяет веру, милосердие, чистоту, истину. Считалось, что жемчуг восстанавливает эмоциональный баланс, способствует духовному преображению. Жемчуг употребляли для лечения заболеваний желудка, расстройств пищеварения, болезней позвоночника и воспалительных процессов. В Китае жемчуг с древних времен употреблялся в косметике, при лечении кожных заболеваний и как любовный напиток. Считалось, что жемчуг правильной формы обладает более мощным лечебным действием. Настоящий природный жемчуг в основном происходит из Персидского залива, Красного моря, прибрежных вот Австралии и Японии. Раковины, из которой добывают самый высококачественный жемчуг — Пинктада радиата. Хотя сама эта ракушка имеет довольно скромные размеры, находящийся в ней жемчуг может достигать до 7 миллиметров поперечники. Эти раковины добывают в морях, омывающих берега Индии и Цейлона. Драгоценные жемчужины находят и в других видах моллюсков — Пинктада маргаритифера, которые обитают в водах Персидского залива, и Пинктада максима — самой распространенной жемчужницы островов Тихого океана. Розовый жемчуг обычно формируется в раковинах Стромбус-Гигас. Иногда жемчужины могут быть голубого, зеленого, редко желтого цвета. Пресноводный жемчуг, который ценится гораздо меньше, формируется речными раковинами и имеет обычно неправильную форму. Сохранилось множество исторических свидетельств того, что в древности жемчуг считался огромной ценностью. Александр Македонский требовал, чтобы покоренные им города выплачивали ему контрибуцию жемчугам. Римский писатель и ученый Плиний Старший считал жемчуг вторым по стоимости драгоценным камнем, после алмаза и перед изумрудом. В Римской империи он был настолько популярен, что даже существовал закон, который ограничивал аристократов в количестве жемчуга, которым они имели право владеть. Ради обладания им шли на любые жертвы. Известно, что Юлий Цезарь заплатил огромную по тем временам сумму за одну исключительно красивую жемчужину. Не меньше ценился жемчуг и во времена Средневековья, когда им украшали алтари, оклады икон, церковные облачения. Жемчуг всех форм и размеров наполнял сокровищницы всех монархов мира, от Японии и Китая до Англии и Португалии. Некоторые из сохранившихся от той поры уникальных произведений ювелирного искусства хранятся сегодня в ведущих музеях мира — Британском, Лувре, Эрмитаже, Оружейной палате, в музеях Берлина, Дрездена, Вены и других городов. Жемчуг не столь долговечен, как другие драгоценные камни. Он может болеть и даже умирать, рассыпаться в пыль. Считается, что средняя продолжительность жизни одной жемчужины составляет 150-200 лет. Однако сохранились жемчужные украшения, возраст которых составляет 400 и более лет. А в Парижском Лувре хранится жемчужное ожерелье, датируемое IV веком до н.э. Его владелицей была древнеперсидская принцесса. Еще более древен жемчуг, найденный в Японии, на археологических памятниках, относящихся к культуре дземон. Его возраст — 5500 лет. На протяжении многих лет основная часть жемчуга поступала в европейские страны из Центральной Америки, где испанские конкистадоры открыли острова, сказочно богатые жемчугом. Этот архипелаг получил название «Островов жемчуга» — Ислас-Лас-Перлос, а его главный остров окрестили богатым — Исларика. Местные индейцы украшали жемчугом свои одежды, и даже хижины и каноэ. Их вождь Тумако был обвешан жемчугом с головы до ног. Некоторые жемчужины поражали воображение. Они были размером с перепелиное яйцо. Отдельные жемчужины были столь огромны и прекрасны, что получили собственные имена и имеют собственную историю. Наиболее известная история жемчужины — Ла-Перегрина, пилигримка. Огромная, белоснежная, размером с голубиное яйцо, и массой 112 гран, более 7 граммов. Она имеет овальную форму и выглядит почти прозрачной. Эта жемчужина была найдена в 1560 году черным рабом-ныряльщиком у побережья островов Жемчуга. Испанские колониальные власти сочли находку столь ценной, что даровали рабу свободу. Дон Диего Тэмис доставил жемчужину в Испанию и преподнес ее королю Филиппу II, который, в свою очередь, отправил ее в качестве свадебного подарка своей невесте, английской принцессе Марии Тюдор. После ее смерти жемчужина вернулась в Испанию. Ла Перегрина оставалась в числе драгоценностей испанской короны до 1813 года, когда ее вывез во Францию Жозеф Бонапарт. Позже она совершила настоящее странствие по королевским дворам Европы, побывав в руках и Наполеона III, и королевы Виктории. Предпоследним ее владельцем был герцог Аберкромбе. В 1969 году он продал историческую жемчужину на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 37 тысяч долларов. Ее приобрел известный американский актер Ричард Бартон в качестве подарка для своей не менее известной супруги киноактрисы Элизабет Тейлор. Жемчужина Марко Поло Местонахождение Частная коллекция Объединенные Арабские Эмираты Завоевание монголов проложили европейцам дорогу в далекий Китай, и западные купцы не замедлили этим воспользоваться. В XIII-м начале XIV века торговля с Востоком из рук персов и арабов переходит к итальянским городам-республикам, и в первую очередь к Венеции. Среди смелых и предприимчивых венецианских купцов, которые вели торговые дела с Востоком, были два брата Поло, Маттео и Николо. В 1254 году они нагрузили товарами галеру и отплыли в Константинополь. Оттуда братья отправились в Крым, потом на Волгу, а с Волги в Бухару. В Бухаре они прожили три года, а потом поехали в Китай и достигли Ханбалыка, столицы монгольского императора Хубилая. Братья Поло были приняты Хубилаем и преподнесли ему богатые подарки. Они сумели завоевать расположение хана и оказаться полезными при его дворе. В Китае братья Поло пробыли несколько лет. Они выгодно распродали свои товары, накупили китайских изделий, чтобы еще прибыльнее сбыть их в Венеции и пустились в обратный путь. Когда они уезжали из ханской столицы, Хубилай дал им письмо к папе Римскому. В этом письме он просил прислать в Китай ученых людей, сведущих в науках и в христианском учении. После многих лет странствий в 1269 году венецианцы опять увидели дворцы и каналы родного города, откуда уехали 15 лет назад. Прожив дома три года и закупив новые товары, Николу и Матеу вновь отправились в далекий Китай. На этот раз они взяли с собой 17-летнего Марко, сына Николу. Хан Хубилай хорошо принял купцов, которые еще в первый свой приезд богатыми подарками и своей сметливостью сумели расположить к себе хана. Трое венецианцев 17 лет пробыли на службе у китайского императора. Марко Полу быстро освоился в новой для него стране, научился говорить на чужих языках и благодаря природной смышленности и живому уму вскоре приобрел покровительство и доверие самого Хубилая. Хан давал ему важные поручения, требовавшие разъездов по обширной стране. Марко Полу оказался вполне достойным этого доверия, так как отличался выдающимися способностями. Выполняя поручения императора, Марко Полу смог постепенно объехать почти все провинции Китая. В течение трех лет он был даже губернатором одной из южных областей. В 1295 году Марко Полу, его отец и дядя возвратились в Венецию. Рассказывают, что когда три путника в странных одеждах, обветренные и загорелые, подошли к родовому дому Полу, их поначалу отказались принять. Давно уже прошел слух, что они погибли на чужбине. Из своего необыкновенного странствия венецианцы привезли немало всяких диковин, одной из которых стала удивительная жемчужина. По тем временам это была, вероятно, самая большая жемчужина в мире. Ее подарил Марко Полу сам император Хубилай, а ранее она принадлежала персидским царям и китайским императорам. Марко Полу стал первым европейцем, в руки которого попало это несравненное сокровище. Местом происхождения жемчужины, по-видимому, является Персидский залив. Она имеет неправильную форму и удивительный цвет. При преобладании белого жемчужина переливается голубоватыми, розовыми и кремовыми оттенками. Ее размеры составляют 79 на 41 на 34 миллиметра. Весит жемчужина 575 каратов. Как установили специалисты, за долгую историю ее трижды просверливали. В первый раз для того, чтобы украсить диадему неизвестной женщины. Во второй, чтобы ее можно было поместить на тюрбан или корону персидского царя в числе других драгоценных камней. И в третий раз, чтобы украсить китайский церемониальный костюм. В настоящее время жемчужина отреставрирована и восстановлена в первоначальном виде. Жемчужина Марко Полу или жемчужина Арко Валлей. Это название она получила потому, что в 19 столетии принадлежало семейству австрийских графов Арко Ауф Валлей. Находится в частных руках. Имя владельца не разглашается. В начале мая 2007 года жемчужина была выставлена на аукционе в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, по головокружительной цене. Начальная стоимость была определена в 8 миллионов долларов. Свой интерес к уникальной реликвии проявили потенциальные покупатели из стран Персидского залива, Китая, США, Индии и Великобритании. Однако за два часа до начала аукцион был отменен. Пришла печальная новость о том, что в автокатастрофе погиб племянник президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Саид Эн-Найял. Владельцы жемчужины не отказались от своего намерения продать ее, но новая дата аукциона пока неизвестна. Так что реликвия пока хранится в сейфе банка в Абу-Даби. Рубин Черный Принц Местонахождение Замок Тауэр, Лондон, Великобритания Во все времена рубин принадлежал к числу наиболее ценных и наиболее желанных камней. Однако большинство самых известных исторических рубинов, как выяснилось уже в сравнительно поздние времена, являются не рубинами, а всего лишь красными шпинелями. Это, однако, не снижает их исторической ценности, хотя и значительно уменьшает ценность ювелирную. К числу таких исторических камней принадлежит знаменитый рубин Черный Принц. Считается, что он был найден в рубиновых копиях Бадахшана в Афганистане. Первое документальное свидетельство о его существовании относится к XIV веку. По одной из версий, он вошел в число драгоценностей британской короны в 1377 году при коронации Ричарда II. По другим сведениям, первоначально им владел Мухаммед, эмир Гранады, мусульманского княжества на юге Пиренейского полуострова. Свергнутый с престола своим братом, Абу Саидом, он бежал в Севилью, ища покровительство короля Кастилии Педро Жестокого 1350-1369 годы. Король милостиво принял беглеца и обещал ему всяческую поддержку. Вскоре испанцы вторглись на земли Гранады. Педро Жестокий вызвал Абу Саида на переговоры, обещая полную безопасность. Однако, когда эмир и его ближайшие помощники явились в испанский лагерь, король приказал немедленно умертвить их. В числе имущества захваченного указненного эмира оказался огромный рубин размером с куриное яйцо. Этот камень, как выяснилось позже, это был не рубин, а шпинель, и вошел в историю под названием «Черный принц». Королю Педро вскоре тоже пришлось отправиться в изгнание. Его сверг его сводный брат, Генрих Трастамара. В 1366 году Педро бежал в Бордо, где в эту пору находился двор наследника английского престола Эдуарда, Черного принца, выдающегося полководца времен Столетней войны. С помощью англичан Педро рассчитывал вернуть себе Кастильскую корону и не скупился на обещание щедро вознаградить своих новых союзников. Таким образом, драгоценный рубин перешел в руки Черного принца и оттого приобрел свое наименование. А Педро жестокий на короткое время вновь завладел троном Кастильи. Спустя два года он был убит Генрихом Трастамарой в личном поединке. 25 октября 1415 года, в день битвы при Азенкуре, рубин Черный принц горел алым пламенем на шлеме английского короля Генриха V. Со своей небольшой армией, численность которой уменьшилась до 15 тысяч человек, он отступал к портовому городу Кале. Англичане рассчитывали погрузиться там на суда и вернуться, наконец, к родным берегам. Однако в Азенкуре им преградила дорогу французская армия во главе с герцогом Алансонским. 50 тысяч человек, по трое на каждого англичанина. В то серое утро король Генрих в позолоченной броне, в шлеме, сверкавшем рубинами сапфирами и жемчугом, выделялся на фоне однообразных рядов своих пехотинцев, и неудивительно, что французские рыцари первым делом устремились к нему. Однако шлем короля представлял собой нечто большее, чем роскошные изделия декоративно-прикладного искусства. Он выдержал удар французского меча, при этом и огромный рубин, и сам король остались целыми и невредимыми. Взятый в плен герцог Алансонский, французы потерпели в тот день сокрушительное поражение, был немало удручен последним обстоятельством. Шлем Генриха V сегодня хранится в Вестминстерском аббатстве. На нем хорошо видны две глубокие вмятины, следы от ударов, полученных королем при Азенкуре. Однако большого рубина на шлеме уже нет. Ныне он украшает собой большую государственную корону Великобритании. А до этого камень прошел через руки многочисленных преемников Генриха V. Считалось, что рубин символизирует стремление к победе, неукротимость духа и самоотверженность. Королева Елизавета I 1558-1603 хранила его в своей частной коллекции, а король Яков I 1603-1625 первым из британских монархов украсил рубином свою корону. Неясно, правда, когда и при каких обстоятельствах в камне было просверлено отверстие, ныне оно прикрыто маленьким рубином, с помощью которого рубин носили на шее, по восточному обычаю. Может быть, это было сделано еще при дворе гранатских эмиров. В 1649 году, когда к власти пришел Кромвель, а король Карл II казнен, все сокровища, найденные при свергнутом монархе, были расплавлены или проданы по приказу парламента. В числе уничтоженных исторических драгоценностей была и золотая филигранная корона Эдуарда-исповедника. Ее разбили на части и продали на вес. Черный принц избежал уничтожения, но был продан за смехотворную цену 4 фунта и 11 шиллингов анонимному покупателю. Лишь в 1660 году камень объявился снова. Его неизвестный владелец вернул его королю Карлу II после восстановления династии Стюартов. Рубин был снова установлен в королевской короне. Правда, это не спасло его от нового покушения. Полковник Блуд, соблазненный размерами Рубина, пытался выкрасть его, и лишь счастливая случайность помешала этому намерению осуществиться. В 1688 году черный принц под названием Большой Королевский Рубин использовался в числе драгоценностей при коронации Вильгельма и Марии Аранских. С тех пор Рубин неизменно служил украшением парадной короны британских монархов, используемых в самых торжественных случаях. В 1841 году черный принц благополучно пережил пожар Тауэра, а в 1940-м – бомбардировки Лондона гитлеровской авиацией. Этот исторический камень остается доступным для широкого обозрения наряду с другими королевскими регалиями. Рубин установлен в Большой государственной короне выше известного алмаза Куллинан-2. Для улучшения блеска под него подложена золотая фольга. Он почти круглый, диаметр его составляет немногим более 5 сантиметров. Точный вес камня неизвестен, но по оценкам приблизительно может достигать 170 каратов. Ну а сколько стоит этот камень? Эксперты, наверное, могут дать ему цену, но они же и предупредят. Этот камень нельзя приобрести ни за какие деньги. Ведь ценность его не в деньгах. Рубин Тимура Местонахождение Букингемский дворец, Лондон, Великобритания Этот овеянный легендами камень массой 352,2 карата, долгое время считавшийся рубином, причем самым большим в мире, тоже, как относительно недавно выяснилось, не рубин, а шпинель, вторая в мире по величине. Он не огранен, а потому пропускает мало света и кажется кроваво-темным. На востоке он в течение 600 лет был известен как Хирадж и Алам, дань мира, а на западе за ним закрепилось название Рубин Тимура. Предание связывает его происхождение с именем знаменитого завоевателя древности Тимура, Тамерлана. Историю камня отчасти можно проследить по выгравированным на нем надписям, сделанным арабскими знаками на персидском языке. В первых пяти перечисляются имена правителей из династии великих моголов и персидских шахов, в разное время владевших рубином. Шах Акбар 1556-1605 и Джахангир Шах 1605-1627-1021 год Хиджри, 1612 год от Рождества Христова. Сахиб Киран Сани, Шах Джахан 1628-1658-1038 год Хиджри, 1628 год. Аламгир Шах, Ауран Гзеб 1658-1707-1070 год Хиджри, 1659 год. Бат-Шах Газим Ахмуд Фарук Сияр, 1713-1718, 1125 год Хиджри, 1713 год. Ахмад Шах Дур и Дурани, 1748-1772, 1168 год Хиджри, 1754 год н.э. Последняя надпись гласит «Это рубин из 25 тысяч подлинных драгоценностей царя-царей султана Сахиба Кирана, попавший в Исфахан в году 1153-1740 из сокровищницы Индостана». Первоначально на камне были имена и трех его первых владельцев, но позже эти надписи были удалены по распоряжению кого-то из великих моголов. Считается, что в числе их было и имя Тимура Тамерлана. По преданию, камень попал в руки великого завоевателя во время захвата им Дели. Пробыв в Индии немногим более года, Тимур увез камень в свою столицу Самарканд вместе со всей добычей. После смерти Тимура, рубин на протяжении полутора столетий оставался в руках его преемников. После падения династии Тимуридов, камень перешел в собственность персидских шахов из династии Сефевидов. Шах Аббас I, наиболее выдающийся представитель этой династии, подарил рубин великому моголу Джихангиру 1605-1627 год. Хамид 1650 и Инаяд Хан 1658 утверждают в своих мемуарах, что первоначально на камне были вырезаны имена Шаха Мир Шахруха, Мирзы Улукбека и Абдул Латифа, преемников Тимура. Этих имен на нем больше нет, а самая старая надпись содержит имя Джихангира и его отца Шах Акбара и относится к 1612 году. По-видимому, именно Джихангир приказал стереть имена всех своих предшественников. Предание рассказывает, что когда его любимая жена Нур Джахан упрекнула Джихангира за то, что он портит такой великолепный драгоценный камень, тот ответил, «Этот камень лучше сохранит мое имя для потомства, чем любая письменная история». Сменивший Джихангира Шах Джахан именовал себя Сахиб Киран Сани, второй господин благоприятствующих планет. Подобным же пышным титулом некогда нарекали Тамерлана, поэтому не вполне ясно, о ком идет речь в последней надписи на рубине, сообщающей о прибытии камня в Исфахан. Эта надпись, по-видимому, была сделана Надир Шахом, захватившим в 1739 году Дели и вывезшим оттуда драгоценности великих моголов, включая знаменитый рубин, который, как утверждают некоторые источники, украшал знаменитый павлиний трон великих моголов. После убийства Надир Шаха в 1747 году рубином завладел Ахмад Шах Абдали, также известный как Ахмад Шах Дурани. Он безуспешно пытался захватить персидский трон, но в итоге был вынужден отказаться от своих притязаний и во главе своих узбекских отрядов ушел на восток и основал собственное государство со столицей в Кабуле, позже получившее название Афганистан. Его имя – последнее из числа выгравированных на рубине. После смерти Ахмад Шаха в 1772 году драгоценный камень вместе со знаменитым Кох-Инуром перешел к его сыну Тимуру, а затем к младшему сыну Тимура Шуя-Уль-Мулку. Последний, оказавшись на условиях почетного пленника у Махараджи Пенджаба Раджита Сингха, был вынужден расстаться со всеми своими сокровищами, включая знаменитый алмаз и не менее знаменитый рубин. Вплоть до 1849 года рубин Тимура оставался в Лахоре. Вместе с тремя меньшими по размеру шпинелями в 94, 74 и 35 каратов он являлся частью драгоценного ожерелья с алмазами и составлял часть парадного облачения Раджи. После поражения Пенджаба во Второй Сиггской войне все сокровища пенджабских Раджей перешли в собственность английской Ост-Инской компании. В спешке к ним не особо присматривались, и лишь кофе-нур удостоился особой чести быть отправленным со специальными посланцами в Лондон ко двору королевы Виктории. Остальные камни были доставлены в Англию обычным рейсовым пароходом. В описи драгоценностей ожерелье с рубином Тимура значилось как короткое ожерелье из четырех очень крупных шпинелей рубинов. На протяжении шестидесяти лет исторический камень оставался в забвении, пока в начале 1900-х годов кто-то не перевел выгравированные на нем надписи. Таким образом, исторический камень удалось опознать. Ныне он хранится в частном собрании королевы Елизаветы II и экспонируется в индийской комнате Букингемского дворца. Сапфир Святого Эдуарда Местонахождение – замок Тауэр, Лондон, Великобритания Сапфир Святого Эдуарда – второй исторический сапфир, хранящийся в числе британских королевских драгоценностей. Он установлен в центре креста, на вершине большой государственной короны королева Виктории. Это камень не только исключительного цвета и блеска, но и с богатой историей, уходящей вглубь веков даже дальше, чем история знаменитого рубина «Черный принц». Легенда связывает название сапфира с именем англосаксонского короля Эдуарда Исповедника 1042-1066 годы. По преданию он был вставлен в коронационный перстень при коронации Эдуарда в 1042 году. Поверье приписывали этому камню необыкновенные свойства. Считалось, например, что он способен избавить от судорог. Рассказывают, что король Эдуард Исповедник восхищался святым Иоанном Евангелистом. И однажды утром у стен Вестминстера он встретил нищего. Денег у короля с собой не оказалось, и он отдал нищему свой перстень сапфиром. Некоторое время спустя два англичанина, отправившись в паломничество в святую землю, попали в Сирию в песчаную бурю. Паломникам уже грозила гибель, как вдруг дорога перед ними внезапно осветилась, и к ним приблизился старик, предшествуемый двумя юношами, несущими свечи. Узнав, что паломники эти англичане, а Эдуард является их королем, старик привел их к гостинице, где они нашли ночлег и пропитание. На следующее утро, когда паломники отправлялись в дальнейший путь, старик вышел их проводить. Он снял с пальца кольцо и протянул его англичанам со словами «Верните его вашему доброму королю». Путники очень удивились, каким образом этот сириец может знать их короля. В ответ на это старик рассказал им историю, случившуюся у стен Вестминстера, а на расспросы паломников, кто он, ответил «Я, Иоанн, евангелист». «Когда вернетесь в Англию, передайте королю Эдуарду, что через шесть месяцев я буду рад встретиться с ним в раю». Возвратившись в Англию, путешественники отдали кольцо королю и рассказали о необыкновенной встрече. Эдуард с удивлением узнал свой перстень, а когда паломники передали ему слова Иоанна, начал приготовление к смерти. Он действительно умер шесть месяцев спустя и был похоронен в Вестминстерском аббатстве с перстнем на пальце. Спустя двести лет его могила была вскрыта, перстень с сапфиром забрали и отдали правящему королю. С тех пор сапфир святого Эдуарда входит в число драгоценностей британской короны. Он огранен в форме розы, но, по всей видимости, это не первоначальный его вид. Переогранка, как считают, была сделана во время правления Карла II, 1625-1649 годы. Сапфир Стюарта Местонахождение Замок Тауэр, Лондон, Великобритания Сапфир Стюарта Один из двух исторических сапфиров, хранящихся в собрании драгоценностей английской короны. Это крупный, полтора дюйма в длину и дюйм в ширину, массой 104 карата, овальный камень глубокого синего цвета. Его красоту несколько портят два посторонних вкрапления. Принадлежит к числу всемирно известных драгоценностей и имеет полурегендарную историю, начало которой теряется в глубине веков. О происхождении сапфира можно только гадать. По всей видимости, когда-то его носили на шее, подобно кулону. В одном конце камня просверлена канавка для подвешивания, что является довольно обычным для Востока. Самые ранние упоминания о нем, хотя и малодостоверные, относятся к 1214 году. Как считается, этот камень украшал собой корону шотландского короля Александра II во время его коронации. В 1296 году, во время захвата англичанами Шотландии, сапфир достался английскому королю Эдуарду I в 1272-1307 годы. Позже король Эдуард III 1327-1377 вернул камень на его историческую родину, подарив сапфир своему зятю, шотландскому королю Давиду II. Тот, в свою очередь, подарил камень своей сестре, Маргарите Брюс. Она вышла замуж за ултора Стюарда и от этого брака берет свое начало род Стюартов, представители которого позже правили Англией и Шотландией. Дальнейшая история камня не вполне ясна. Возможно, он оставался фамильной драгоценностью Стюартов, переходя по наследству из рук в руки. По другой версии, камень какими-то путями попал к английскому королю Эдуарду IV в 1461-1483 годы, который украсил им государственную корону. Достоверно известно, что в XVII веке сапфиром владел король Карл II Стюарт, казненный в 1649 году. Его сын, Яков II, последний король из династии Стюартов, свергнутый из престола и бежавший в 1688 году во Францию, захватил камень с собой. Позже он подарил его своему сыну Карлу Эдуарду, претендовавшему на английский трон, а тот, в свою очередь, передал его своему сыну Генри Бентингу, герцогу Йоркскому. Бентинг принял духовный сан и был более известен под именем кардинала Йоркского. Он жил во Франции, а с началом революционной резни в 1789 году бежал из Парижа в Венецию. Английский король Георг III 1760-1820 близко к сердцу принял бедственное положение своего дальнего родственника, в жилах которого текла кровь монархов Англии и Шотландии, и назначил кардиналу Йоркскому пожизненную пенсию, которую тот исправно получал вплоть до своей смерти в 1807 году. Умирая, кардинал завещал Сапфир, вместе с другими реликвиями семейства Стюартов, принцу Уэльскому, наследнику английского престола и регенту при больном Георге III. Позже он взошел на английский трон под именем Георга IV. 1820-1830 годы. Некоторое время Сапфир находился у дочери принца-регента, Шарлотты, а после ее смерти им распоряжался ее муж Леопольд. Став королем, Георг IV настоятельно потребовал вернуть Сапфир в число драгоценностей британской короны. Однако, когда Леопольд после некоторого сопротивления все же вернул камень, Сапфир, вместо того, чтобы поступить в королевскую сокровищницу, заблистал на шее леди Каннингем, фаворитки короля, для которой Георг IV, как говорили злые языки, не жалел ни своей, ни государственной казны. Лишь после смерти Георга Сапфир окончательно вернулся в лондонский Тауэр, где хранятся все королевские регалии. А в 1838 году он наряду с рубином Черный принц украсил большую государственную корону королевы Виктории. Первоначально Сапфир располагался в передней части венца, но в 1909 году его заменил знаменитый бриллиант Куллинан II, а Сапфир Стюарта был перемещен на противоположную сторону короны. Драгоценный камень продолжает украшать королевский венец до сего дня и наряду с другими английскими королевскими регалиями выставлен для широкого обозрения в лондонском Тауэре. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права...